Редкая птица долетит до середины Днепра, редкий человек дойдет до середины Камсака, а точнее только один. Ловкач из Ставрополя прогулялся по канату от одного берега до другого. Ну а что, падать не больно, а в жару даже приятно. А теперь рубрика «Никогда в России». Западные авиакомпании внедряют новый способ высадки пассажиров из самолетов. Теперь по прилету люди будут выходить так. Сначала те, что у прохода, потом те, что посередине, затем те, что у окошка. Но только не в России. Наши сограждане все равно будут вскакивать с мест и мешать друг другу, а вдруг шаттл без них уедет. Ставропольский Илон Маск вновь удивляет. В этот раз транспорт Сергея Артюшенко едет в правильную сторону. Успех это, когда починил бензонасос и тебя уже снимают из телевизора. Базой для самодельного авто стала легендарная инвалидка. Автомобиль для людей с ограниченными возможностями, выпускаемый в СССР. Машину молодой человек отремонтировал, форсировал двигатель. Салон пока спартанский. В планах механика отправиться на авто в путешествие до Санкт-Петербурга. Шаманы, которых мы заслужили. В Ставрополе 3 девушки станцевали ритуальный танец, которым они хотели призвать на попы приключений. Просто то, что они делали в кузове пикапом, дверком назвать сложно. Необычные выпуски ежедневной милоты. Очень добрая история из Пятигорска. Местная жительница Наталья Сидоренко спасла и выходила дикую уточку. Раненая птица просто упала к ней во двор. Она отвезла птицу к ветеринарам, раны зашили, поселили птицу в курятнике. Две недели выхаживали, кормили. В общем, делали добро. И спустя две недели отпустили птицу на волю. Ставрополье, край золотых сердец. Уточка идет на свободу. Ура! Берегите себя и своих близких. Оставайтесь со своим. Пока!